ЧП в 46-й школе Верхотурья. Сегодня утром в кабинете иностранного языка на первом этаже здания на учеников обрушилась штукатурка. Пострадали 4 человека. Подробности в материале событий. ЧП произошло во время перемены и только это спасло учеников от серьезных травм. На снимке видно, что площадь упавшего участка больше квадратного метра. Причем фрагменты штукатурки внушительные, толщиной в несколько сантиметров. Объем, который обвалился штукатурки, он значителен. И, в общем-то, как раз упал на парту один из кусков этой штукатурки. Вот если бы был учебный процесс, то мы бы имели конкретно несчастный случай. И все же осколками штукатурки задело четверых семиклассников. У ребят ушибы предплечья, головы и колена. После осмотра врача их отпустили домой. А из школы срочно эвакуировали всех учеников и педагогов. Это 200 человек. Губернатор Евгений Куйвышев поручил областному премьеру Денису Паслеру изучить обстоятельства обрушения. Известно, что в здании школы недавно проводили ремонт. По первым имеющимся у меня сведениям, работы были произведены некачественно. Нужно четко разобраться в причинах, посмотреть, чтобы детишкам оказали необходимую помощь. Важно, чтобы в этом поселке не остановился учебный процесс. И эту тему на контроль взял министр образования. А что касается строителей, мне всегда интересно. У себя дома они и такой же ремонт делают. Ремонт действительно был, подтверждает глава Верхотурья. На областные деньги здесь заменили всю электропроводку и светильники. Результатом остались довольны пожарные и вся комиссия, которая принимала здание к первому сентября. Но, видимо, зря. Возможно, что при креплении этих светильников каким-то образом была повреждена штукатурка, вот так вот локально, кусочком. И что и повлекло впоследствии ее обрушение. На экстренном совещании заместитель председателя правительства области формирует комиссию, которая не только проверит безопасность остальных кабинетов школы, а вообще даст заключение о пригодности самого здания. Оно очень старое, 52-го года постройки. Либо мы далее обследуем эту школу и принимаем какие-то технические решения, либо эта школа может быть действительно непригодна для дальнейших эксплуатации. Специальная комиссия начнет работу уже завтра. Пока не будет сделано официальное заключение, учебный процесс в школе возобновлять не будут. Тогда, когда будет сделано заключение, значит, нужно возобновлять учебный процесс. Никита Сучков, Вероника Князева, События ОТВ.